Матильда 4 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 читать комменты. На данный момент по обсуждению конкретно машинки у меня в ангаре. Все, погнали в бой. Ребятки, пока мы закатываемся в бой, хочу обратиться к каждому из вас, кто смотрит мои видео, уж тем более смотрит мои видео на постоянной основе, но не является подписанным на мой канал. Ребят, оформите, пожалуйста, подписочку. Для вас подписка ровным счетом ничего не стоит. Прям ни одной копейки, ни одного кусочка хлеба вы от этого не потеряете. И моя подписочка не будет мешать вам в вашем списке подписок. А для моего канала ваша подписка это реальная жизнь, это возможность на существование, возможность на развитие. Заранее вам огромное спасибо за поддержку моего начинания, заранее вам огромное спасибо за поддержку моего канала. Также буду благодарен вам за лайки, за комментарии любого содержания, ну, по возможности, кроме оскорбительных. Итак, ребят, мы забрасываемся в бой, мы играем против четверок, это уже приятно. Против нас есть один тяжелый танк, и это тоже Матильда. Я, честно говоря, не вижу смысла ехать сейчас на СТ, я поеду на линию ТТшек, и, соответственно, попытаюсь встретиться с Матильдой для того, чтобы увидеть по сути самого себя в прицел. Первое, что будем с вами заценивать, как обычно, это подвижность танчика. Я играл буквально недавно на Матильде БП, я играл недавно на Матильде 4, и могу сказать следующее. Подвижность Матильды ровным счетом никак не отличается от двух других Матильд. Хотя, вроде бы, те должны были бы, поскольку они СТшки, двигаться немножечко пободрее. Но уж как двигаются, так двигаются, вопросов особых к ним задавать не будем. Итак, как вы видите, в бочинку Матильда, Матильду пробивает, я бы сказал, абсолютно без каких-то существенных проблем. В прицеле вот ВЛД пробиваются, она, как бы, то есть, эта планка видна и прям светится зеленым, там особо угадывать нечего. Рамбуй, не рамбуй, так как сейчас это сделала Матильда, тебя все равно пробьют. По точности орудия, думал, что дом развалится, забыл, ребят. По точности орудия, у меня к орудию точно, ну, точно никаких вопросов быть не может. Скорострельность орудия и его точность, они на крайне высоком уровне, но я бы сказал, как у всех, Матильд, вне зависимости от того, про какую говорить. Вот сейчас последний снаряд, не знаю, почему пошел вниз, как правило, Матильда бьет, ну, практически там в пятак постоянно, но и с этим у нее проблем, как правило, нет. Сведение хорошее, скорострельность хорошая, альфа маленькая, и альфы, честно говоря, не хватает, поскольку это тяжелый танк, можно было бы сыпануть здесь альфы хотя бы, я думаю, ну, хотя бы соточку, если бы дали ей, ну, было бы прям вообще красота. С другой стороны, играя конкретно против четверок, как вы видите, заряженные танки хп-шкой имеют, ну, в районе 600, поэтому, ну, возможно, и не насыпали, возможно, это я уже придираюсь и, честно говоря, жирею. Ну, вот так вот, честно говоря, не сильно весело и интересно отыгрывать, когда приезжаешь, бьешь кого-то просто вбок. Я не хочу, честно говоря, ехать сейчас на врагов, понимаю, что будут окружать, понимаю, что будут сейчас пытаться заехать в корму, заехать вбок. Ну, вот видите, в принципе, прилетает, но и от нас, честно говоря, может прилетать. Итак, ребятки, по-моему, сейчас у нас будет самый что ни на есть шикарный шанс, если получится откатиться назад, вот так вот, попытаться заценить броню данного танка, особенно в прямых стычках, потому что, по-моему, прямая стычка мне сейчас прям светит-светит. Вот, как видите, в принципе, броня есть и не все, что запускается в нее, в отличие, допустим, от Матильды БП, не все залетает сюда. По углам склонения вниз, смотрите, на горочке были враги, и, честно говоря, для меня не составило труда выцелить, ну, по сути, что одного, что второго я мог выцелить, выбрал кого-нибудь первого попавшегося. Ну, а, как видите, в окружении данная машинка самостоятельно живет не очень хорошо, безусловно, ее пробивают, ну, и как многие другие машины в этой игре, она не имеет какой-то имбовой брони по бокам и с тыла. Итак, ребятки, для четвертого уровня в поражении мы сделали тысячи единиц урона, два фрага, и в своей команде по урону мы заняли первое место с существенным отрывом, согласитесь, в два раза, но это реально круто. Могли бы и того больше, если бы наши союзники пожили, ну, соответственно, мы бы побольше настреляли. Закратываемся в следующую каточку, зацениваем танчик во второй бой, кинувшись, и, соответственно, посмотрим, как она будет отыгрываться во втором бою. Итак, ребятки, мы опять в топе, ну, по сути, мы не в топе не можем быть, потому что, ну, все четверки, поэтому топом это не назовешь, мы просто на своем уровне. Едем на линию ТТ, с нами еще одна Матильда, и, честно говоря, это очень приятно, потому что, когда есть две машины, отбрасывающие через каждые три секунды по снаряду, ну, согласитесь, по сути, такое впечатление, что ты столкнулся с каким-нибудь барабаном, который просто-таки стоит и раздает. Матильда решила поехать через центр, ну, окей, хорошо, ей видней. Вообще, честно, я вот как-то сравнивая с Матильдой БП и Матильдой 4, постоянно думаю по поводу того, что я сейчас смотрю на ТТ, ну, в смысле, на СТ, поскольку то две СТшки, и мне хочется сказать, что как для СТ данная машинка едет нерезво, и потом ловлю себя на мысли, что это ТТ, а поскольку это ТТшка, то я бы сказал, что как для ТТ эта машинка едет очень даже-таки резво. Все остальные танчики, ну, просто-таки нервно курят в стороне, с учетом того, как эта машинка способна передвигаться по карте. Не то, чтобы вы могли прям за долю секунды перекинуться на другое направление, и, соответственно, на другом направлении отыгрывать, да, там, поддерживать, но вы имеете возможность переехать на это направление, не прибежать, не прилететь, но доехать вы доедете. Ну, вот, скорострельность Матильды, она просто-таки улыбает постоянно, каждый раз, как ты выгоняешь Матильду. И, вот, давайте посмотрим на Тушку, которая едет, пожалуйста, в скос ВЛД отверстие и бочинка отверстия. У меня в бочинке тоже отверстие и в скосе ВЛД. Ребят, мне что-то кажется, что это явно не совпадение. Скорее всего, эти места просто лучше всего принимают урон, соответственно, туда лучше всего накидывают, ну, и чаще всего накидывают соперники. Поедем к вот этим вот трем товарищам, которые сейчас явно доберут нашего. И их осталось двое, но, в принципе, ребят, с учетом того, что 2 на 2, но нас 2 Матильды, а их не 2 Матильды, я думаю, что результат боя, он, в принципе, предначертан. Если сейчас союзник будет играть хотя бы так, как играю я, а если будет играть лучше, ну, тогда совсем будет красота. Ну, вот углы склонения, точность орудия, ну, прям песня, просто песня, как для проходного танка, как для четверки, ну, чего вам еще желать, заехали в бой, понакидывали, поразбирали, отправили в ангар, получили удовольствие, короче говоря, опять 2 фрага, но в данном случае уже с победой на финише. Итак, ребятки, смотрим на результат боя, смотрим на настрел, 918 единиц урона, 2 уничтоженных противника, и в нашей команде мы, я думаю, боролись за результативность со второй Матильдой, и мы, ну, чутка победили, потому что она поехала не в ту сторону, соответственно, мы, ну, всего лишь там на каких-то 600 единиц превысили. Мы чутка не дотянули как раз до первого места, да, вот буквально там 180, да, единиц, если я там правильно считаю. А, нет, подождите, тут сотка, и тут неплохо, ну да, 180. Короче говоря, где-то в районе 180 единиц урона мы где-то тянули, по сути, мы не сделали 2-3 результативных шота. Но и поехали мы с вами не на направление к СТ-шкам, там, где их было больше, в которые можно было бы отбрасывать, а поехали на линию ТТ, соответственно, потеряли время, ну и, соответственно, не было такого количества противников, которых можно было закидывать. Давайте будем суммировать. Первое, что хотелось бы сказать о машинке, именно как о танчике, который, ну, стоит, можно таки сказать, у истоков нескольких веток в дереве Британии. Данная машинка, ну, просто суперская по играбельности, по фану, на четвертом уровне. Я понимаю, что это песок, но я оставил себе этот песок еще 7 лет назад и абсолютно об этом не жалею. Машинка просто супер. Что же касается сравнения с пятыми уровнями, вот, допустим, пятого уровня БПшка, по моему скромному мнению, вы можете посмотреть обзор на БП у меня на канале, сейчас должна появиться ссылочка на видео, ну, где-нибудь вот здесь вот сверху, скорее всего, всплывет. Короче говоря, ребят, вот эта Матильда БП существенно уступает Матильде, поэтому, если вам нужен танчик просто-таки для фана, не для того, чтобы пытаться нафармить, потому что на пятом уровне фармить, как бы, ну, такое себе, лучше фармить на восьмерках. Короче говоря, если для фана покататься в песке, то все же даже проходная Матильда, она куда интересней, чем Матильда БП, премиумная в этом же дереве Великобритании. Ну, а что касается выкатать на ней Крусайдера и того же самого Черчилля, ну, поверьте, проблем абсолютно никаких не составит, вы будете просто кайфовать, 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 и не более того. Поэтому, ребятки, играйте в танки, получайте удовольствие, смотрите мои видео, возвращайтесь на канал, подписывайтесь на канал, буду вам безумно благодарен, ну, и по возможности пишите комментарии, для того, чтобы их читали другие зрители и для себя что-то подчеркивали, особенно если вы делитесь какой-то полезной информацией. Всех благ, всего хорошего, мира вам и спокойствия.